Не, ну справедливости ради, с поправкой на то, что это Шевцов, пока что все по делу. Не вижу никаких проблем с тем, что он сейчас говорит. Да, там как бы есть какие-то нюансы на тему. Вы когда-нибудь слышали про Судан? Наверняка не слышали. Наверняка душе не ебает. Сравнительно недавно, лет 10 назад, Судан разделился на Южный Судан и Северный Судан. Один из них христианский, другой мусульманский. Вы знали, что мусульмане в Судане так-то вырезали? Христиан, б***ь, вы слышны, вы никогда не ху**ть, вы не знаете, б***ь. Ну окей, но аудитория Шевцова, наверное, не найдет как бы никакой Судан, в принципе, ни на одном материке. Поэтому да, с поправкой на то, что это Шевцов все-таки, в принципе, б***ь, пока что все толково. Суды, в том числе Верховный суд, где сидели судьи, назначенные Трампом, признали, что нет, никаких фальсификаций не было. А, не было такого. Суд не принял просто заявление на рассмотрение. И да, он его не принял на рассмотрение не по беспределу, оно действительно было ху**во составлено, но суд не признавал, что не было фальсификации. Ну, в случае с Шевцовым, можно быть уверенным, что это не п***ь, а он просто не понял. Им пришлось выплатить почти 1 миллиард долларов компенсации компании, которая изготавливала машинки для подсчета голосов. Да, но клейм Трампа и клейм Такера Карлсона отличаются. Такер Карлсон винил почти во всем машинке компании Dominion для подсчета голосов. Делал это безосновательно, и компания засудила канал, потому что канал несет ответственность. Канал это не платформа, это по факту издательство типа, ну, если по бумагам. То есть канал несет ответственность за то, что ведущие на нем скажут. А вот если бы это была платформа, как YouTube, то платформа не несла бы ответственность. С ним я не согласен, я все-таки считаю, что этот штурм произошел достаточно стихийно, не по инициативе Трампа, тем более в Кап... Ну, хоть так. ...в какой-то момент он, в принципе, призвал всех протестующих оттуда уйти. Но штурм Капитолия стал возможным из-за другого, не менее тревожного фактора, который свойственен всем диктаторам. Культ личности и культ личности вокруг Трампа ненормальный. В случае с Трампом это культ личности, в случае с любым другим популярным политиком это... Ну, слушайте, ну он компанию хорошо ведет просто. Какой культ личности? У Обамы точно никакого культа личности нет. Это, блядь, Трамп все, треклятый. Это не нормально, это фриковатые люди так делают, и их очень много, вот в чем проблема. Речи Трампа звучат прикольно, они находят отклик в сердцах простых американ... Чего у него с головой, блядь? Типа, в смысле фриковато? Людям нравится политик, достаточно, чтобы... Отпроситься с работы и пописать на избирательный участок. Ну, как ты думаешь, а я готовы будут слушать про него песни, как бы... Плакаты развешивать? Наверное, как бы... Дааа... Если политик тебе нравится достаточно, чтобы за него проголосовать, наверное, за него и топить можно, не? Который сплочал нацию вокруг единого внешнего врага, ровно то же самое делает Трамп... Нация в Древнем Риме... Трамп, конечно же, меня тревожит его политика изоляционизма, потому что свято место пустым не бывает... Эээ, Шевцов, Трамп 4 года был президентом. Где изоляционизм в ходе его президентства? В чем он выражался? Можешь предъявить? Президентом становится тот, кто громче кричит, тот, кто говорит суперкрасивые фразы... Ну, то есть, демократия не работает, иными словами. Ты спишь в пижаме, удобно, по-разному. США не скинули ядерку на Иран и РФ, все, Трамп изоляционизм... Да, походу. Поэтому своим вице-президентом он сделал лояльную терпилу Джей Ди Вэнса, который просто его фанатик, и ничего не скажет ему против. Дональд Трамп... Автор книжки бестселлера, по которой сняли популярный фильм среди белых людей из рабочего класса в США. Это как бы просто рандомно и терпило. Трамп выбрал, типа, безликого чувачка, который ничего сказать не может. Когда будущий президент первого государства в мире пишет «Я ненавижу тебя, Тейлор Свифт». Он больной, он ненормальный. И я это признаю, несмотря на то, что я готов за него... Тейлор Свифт уже эндорснула противоположного кандидата, чувак. Или Шевцов думает, что Трамп просто рандомно решил пиздать, что он ненавидит Тейлор Свифт. Как бы... Ну, короче, Шевцов такой Шевцов, как всегда.